На следующий день после прибытия Плеханова делегаты Всероссийского совещания советов снова собрались в Народном доме Петрограда. 14 апреля в повестке дня стояло обсуждение вопроса об отношении к Временному правительству. Под давлением меньшевиков и эсеров, днем ранее поддержавших курс временщиков на продолжение войны, делегаты были вынуждены принять резолюцию о поддержке временщиков, пока те справляются с революционными задачами. Против высказались только большевики. Тем временем само Временное правительство всеми своими действиями демонстрировало народу, что с задачами революции не справляется. Экономика страны трещала по швам, и 14 апреля власти уже открыто запросили финансовую помощь у банкиров Лондона. Своих денег и ресурсов России катастрофически не хватало. Несмотря на это, война с Германией продолжалась. Чтобы вернуть российской армии боеспособность, Временное правительство назначило верховным главнокомандующим сторонника диктатуры генерала Михаила Алексеева. В тот же день трое других влиятельных полководцев, имевших право претендовать на звание главкома, Михаил Ерофеев, Алексей Куропаткин и Фаддей Сиверс были арестованы. До Октябрьской революции оставалось 207 дней. Субтитры создавал DimaTorzok